В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Русул. Здравствуйте! Всероссийский форум «Вектор детства» впервые прошел в России в День защиты детей. Это площадка для диалога органов власти, правозащитных организаций, родительского сообщества, детей по всем направлениям защиты интересов и прав детей. И сегодня в гостях у нас уполномоченный по защите прав ребенка в Ненецком округе Галина Гуляева. Здравствуйте, Галина Николаевна! Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Галина Николаевна, расскажите, пожалуйста, что это был за форум, какие вопросы на нем обсуждали и для чего он проводился? Ну, это очень-очень большое мероприятие, всероссийское, оно проходило в Кемерово, в Кузбассе. И это был первый форум, скажем, который объединил площадки и для родителей, для органов власти, для детей, для различных организаций. В рамках этого форума прошла выставка достижений, которые представлены в области детства. Ну вот, хочется сказать, что вектор детства, он существовал и раньше. И это была именно выставка тех достижений, которые, в общем-то, представляли разные регионы, разные организации по всем направлениям детства. Я уже повторяюсь. И она проходила в 2018-2019 году. Мы тоже представлялись как регион на этой выставке. Но именно форумом, который объединил различные площадки, добавил вот к этой выставке, вот он сейчас впервые прошел. Поэтому его, как бы, назвали первый форум «Вектор детства». Вообще, как бы, настолько масштабное мероприятие, я много, как бы, езжу на различные такие мероприятия, но вот такого масштаба, наверное, впервые побывали. Потому что, во-первых, это все российские, я уже повторяюсь, да, то есть все регионы были представлены. Это приехали уполномоченные по правам ребенка, мои коллеги, да, приехали со всех регионов представители органов власти. Представлены были все, практически все министерства нашей Российской Федерации, представители от всех министерств. Организатором этого форума является уполномоченный при президенте Российской Федерации Анна Юрьевна Кузнецова. То есть вот это мероприятие этого института при поддержке министерства промышленности и торговли, оно прошло, и при поддержке правительства Кузбасса. Два дня была работа форума, 1 и 2 июня, не случайно, что в День защиты детей. Сначала я вам хочу сказать, что мы были удивлены, потому что 1 июня каждый уполномоченный должен быть, по сути, в своем регионе, потому что это главный праздник детства. Но, тем не менее, вот было принято решение наверху, что нужно провести вот такое масштабное всероссийское мероприятие. Очень полезное. Почему полезное? Потому что это обмен опытом. Это обмен опытом со всех сторон. То есть ты общаешься и с родителями, ты общаешься с детьми, ты общаешься с представителем министерства. Ты тут же в ручном режиме отрабатываешь те вопросы, которые тебе необходимы. Даже такие цифры, скажем, о масштабности, что в первый же день форума площадки форума посетило больше 2000 человек. Но это очень много. Причем все было организовано, конечно, на высшем уровне. То есть такое мероприятие сделать, это сложно, это непросто, но это все было просто похвалю организаторов, потому что ни в одном, ни в чем нельзя было упрекнуть. Вот, можно так сказать. Интересно, развивающе и полезно. Для уполномоченных были, ну не только для уполномоченных, каждый уполномоченный, по правам ребенка, участвовал в своей программе, которая была тоже определена, и на той площадке, которую он выбрал заранее. Ну, соответственно, у меня была площадка культура, роль организации и учреждений культуры в воспитании детей. Мне эта тема очень интересна, поэтому я ее выбрала. Ну, собственно, я, наверное, попозже на этом подробнее остановлюсь. Вот. А так я хочу сказать, что кроме вот этой выставки, о которой я вам говорила, да, всех тех достижений в области детства, кроме вот этих вот площадок, да, о которых я тоже уже упомянула, было, безусловно, различные еще мероприятия. И вот минус только в том, да, что ты не можешь посетить все и сразу. То есть ты вот пришел на одну площадку, ты на ней отрабатываешь. А мне бы очень, например, хотелось и очень интересно было бы посетить и различные другие площадки. Но так никакого времени не хватит, потому что их просто, ну, сотни были. А какие были вопросы на этих площадках? Ну, вот были вопросы образования, безусловно, да. То есть я изначально тоже как-то почему-то очень люблю образование, хотела туда определиться. Но там вот, понимаете, расхватались, скажем, места, там же тоже все, скажем, по записи. Не успела, честно говоря, поэтому в образование не попало. Но культура – это та область, можно сказать, не очень мне изведанная, но очень интересная. Поэтому я с удовольствием там поучаствовала. Была площадка, конечно же, по здравоохранению, да, тоже большая площадка, огромная. Много вопросов там обсуждалось. Все это войдет в резолюцию итоговую, да, но я тоже об этом остановлюсь еще. Была площадка демографического развития. Тоже там были интересные доклады, интересные решения приняты. Вот, и была очень интересная тоже, на мой взгляд, площадка. Я тоже, кстати, на нее хотела, но вот тоже не удалось. Это индустрия детских товаров. То есть вопросы качества тех товаров, которые у нас представлены, да, детские. И, в общем-то, вот отдельная тема была для, отдельная площадка для этой темы была. Но по результатам работы площадок, на этих площадках выступали уполномоченные по правам ребенка, выступали представители министерств, выступали общественники, представители организаций и учреждений. То есть они такие крупные были. Это не был, знаете, такой маленький зал с десятью слушателями. Нет, это были большие залы, которые собирали в себя большое количество слушателей. И, в общем-то, тех людей, которые действительно заинтересованы в этой теме. Вот, поэтому все, что там обсуждалось, оно войдет, уже вошло в проект резолюции. На пленарном заседании Анна Юрьевна проводила его. И, в общем-то, нам проект резолюции уже был представлен. Но сама резолюция, она будет приготовлена несколько позже. И она, я очень надеюсь, что те вопросы, которые вот с моей стороны, да, в моем докладе были, например, предложены, они тоже войдут уже в окончательный вариант резолюции. И, соответственно, оно пойдет на исполнение тем органов власти, которые отвечают за ту или иную отрасль. Давайте на вашем докладе остановимся. Расскажите, что было в вашем докладе, о чем вы говорили, и насколько это актуально для страны, для Ненецкого округа в целом. Для страны точно актуально, потому что все мы идем к общей цели, да. Ну, вот знаете, я бы свое выступление, да, я уже его озвучила, тему, это роль организации, учреждения культуры, воспитания детей. Его, как бы, вот поделить можно на две части, да. То есть, что делает у нас организация, и главное, что для того, чтобы дети наши росли воспитанными, хорошими, замечательными. И если процесс по воспитанию не очень понятен, потому что каждый день работа уполномоченного, а раньше я восклавляла опеку, это тоже были вопросы воспитания детей. То есть, мне это понятная тема очень. То вот какая роль учреждения культуры, это уже совершенно для меня, например, новая. Я никогда об этом, честно говоря, ну, понятно, что касалась и все, но детально погрузилась именно готовя вот это выступление свое. Это интересно, и это надо развивать. Почему? Потому что очень, на самом деле, большую роль может играть работа конкретного учреждения в воспитании того или иного ребенка. Кажется, вот просто и банально. Кажется, ну, так оно и должно быть. Но надо, вот, чтобы понять это, нужно, скажем, привести конкретные примеры. Вот я привела этот пример, в том числе в своем докладе. Мы все знаем, совершенно замечательный у нас есть ансамбль лошкарей, да, в Тельвиске. Галина Александровна Дуркина создатель, все ее знают, замечательного руководителя этого ансамбля. С чего он начинался? С чего он начинался? Он начинался, вот Галина Александровна, я имела беседу, да. Она говорит, я собрала мальчишек, которые слонялись по поселку. Когда дети слоняются сами по себе, когда они, скажем так, не под присмотром, ну, это такая, не знаю, природа, наверное, да. Да, они склонны к тому, чтобы что-то нарушить, чтобы что-то сделать не то. Вот, ну, я не говорю про всех, но бывают такие моменты. И детей, как говорится, тоже ничего нового тут не говорю, детей надо, в общем-то, контролировать в этом вопросе, занимать. И она их собрала, и они каждый день стали ходить и тренироваться. Ну, не тренироваться, а учиться музыке, учиться искусству. Вот это незатейливое, но прекрасное совершенно исполнение вот этих вот, когда они, я говорю, ложками обринчат, ну, как это замечательно и как это их увлекает. И получается, что, что она сделала? Она выполнила глобальную социальную задачу. Она отвлекла детей, она их привела, она их заняла, она увела их от возможных правонарушений. И вот, по сути, каждое учреждение культуры, каждый работник культуры, если он выполнит такую задачу, если он привлечет детей к себе, то мы точно снизим и детскую подростковую преступность, и правонарушения в целом. Потому что дети должны быть заняты, дети должны быть под присмотром. Причем детям-то это интересно. Дети ведь с удовольствием занимаются в таких кружках, особенно если их увлекает руководитель. Потому что, ну, тут тоже вопрос конкретной личности, да, руководителя, как он с любовью подойдет к этому вопросу, с желанием увлечь детей. Потому что примеры-то тоже разные. Вот, поэтому, в общем-то, я об этом говорила, приводила конкретные примеры и говорила о том, что всячески надо поддерживать учреждения культуры, чтобы они поддерживали наших детей. Ну, и я вам хочу сказать, что вот у нас такой округ замечательный и уникальный, и когда я уже не раз так выступала, рассказывала, где мы живем, людям очень интересны наши особенности. Наши особенности именно окружные. Во-первых, всегда покажу его на карте, да, как учитель географии в запасе, да, себя называю. На карте покажу, говорю, что вот мы где находимся, потому что нас все время путают с Ямало-Ненецким округом. И интересно, что ко мне после выступления подошла моя коллега и говорит, ты знаешь, говорит, я все время думала, что ты с Ямало-Ненецкого автономного округа. То есть вот мы общаемся уже, считай, не первый год, но она даже сама, вот даже она не знала, хотя мы вот тесно общаемся, что оказывается, есть Ненецкий округ, а есть Ямало-Ненецкий округ. Ну то есть вот такие моменты, они интересны, заинтересовывают слушателей, очень интересно им то, что у нас тут неразвитая транспортная сеть. Вот многим это непонятно, потому что в других регионах ты сел на автобус тем же ансамблем, да, и поехал по всем своим близлежащим селам и городам, вот тебе и гастроли. У нас же такого нет, то есть для нас всегда все сложнее, и это тоже очень интересует слушателей. Далее я, например, остановилась на тех особенностях, которые именно вот по нашей культуре, да, у нас здесь нету театров, да, у нас есть только любительские театры, мы единственный такой субъект. У нас нет цирков, у нас нет парков культуры и отдыха, но это все объекты культуры. То есть мы настолько уникальны, у нас, чего не возьмись, у нас всего нет. Но в то же время нашу культуру, ей можно поаплодировать, потому что мы знаем, какие у нас есть артисты, какие у нас есть ансамбли, какие у нас есть достижения у детей, например, у тех же музыкантов, у танцоров, которые ездят на международные, межрегиональные соревнования, там эти вот конкурсы и побеждают, становятся лауреатами. Но при этом у нас ничего нет. Вот это, кстати, вызвало очень такие, знаете, ну надо же, у вас ничего нету, ну вы такие молодцы. Вот, то есть вот такие моменты, я как бы остановилась в докладе, и я думаю, что это было интересно. Ну и моя цель была в том числе предложения, да, какие-то, в общем-то, озвучить. Предложения мне подсказали наши специалисты Комитета культуры, безусловно, потому что они, большое им спасибо, они помогли мне подготовить доклад мой. И, в общем-то, одним из предложений, например, стало у нас такое, что упростить процедуру получения федеральной субсидии. На что? На ремонты учреждений культуры, да, на существующее, на обновление ассортимента, да, ну скажем, не знаю, что нужно для культуры. То есть вот эти предложения, они у меня вошли, которые я озвучила, они вошли в проект резолюции. Войдет это в окончательный вариант? Ну посмотрим. Но я надеюсь, что войдут, потому что это было озвучено, и с большой трибуны, причем озвучено, что это я предложила, мне было очень приятно. И, в общем-то, надеюсь, что это все поможет нашему округу. Ну и я хочу сказать еще, что по детской школе искусств тоже у нас есть такой момент, она у нас не относится к учреждениям культуры, а относится к учреждениям дополнительного образования детей. Ну и, в общем-то, в том числе поэтому она не вошла в нацпроект культура. И, собственно, я очень надеюсь, что мы сейчас с департаментом образования, с Натальей Александровной я уже обговорила этот вопрос, о том, что готовы ее включить в нацпроект культура. Я разговаривала там с представителями Министерства культуры, но там нужно кое-какие юридические моменты соблюсти. И я надеюсь, что уже на следующий год мы войдем в нацпроект культура с детской школой искусств. Единственным и замечательным совершенно нашим учреждением культуры, можно сказать, хотя оно и к образованию относится. А что тогда с школой музыкальной? Ну, вообще там по нацпроектам, по нацпроекту культура у нас обновляется ассортимент инструментов в школах искусств и делаются ремонты капитальные. Ну, что с ремонтом у нас? Наталья Александровна говорит о том, что, в принципе, у нас капремонт здесь не нужен, у нас достаточно хорошее здание. Другое дело, что площадей не хватает. Да, но, тем не менее, речь идет о капремонте. То есть по этому направлению, скорее всего, нет, потому что у нас его не надо. А вот по обновлению ассортимента инструментов, это, конечно, наверное, стоящее дело, и это надо делать. А насколько нужно, вот если в целом говорить о форуме, насколько нужны такие мероприятия, насколько они важны, и насколько они действительно достигают своей цели, насколько слышат все проблемы регионов? Ну, они настолько нужны, потому что, я говорю, вот одно дело, ты когда сидишь, скажем, по телефону общаешься с кем-либо или по видеосвязи, как сейчас у нас, да, онлайн, другое дело совершенно живое общение. Когда ты придешь, увидишь, услышишь, поговоришь. То есть это совершенно бесценный обмен опытом. И вот я хочу к следующему моменту перейти, да, это выставка тех достижений детской индустрии, которая, в общем-то, там проходила. Потому что на этой выставке, в том числе, были представлены проекты победителей вектора детства 2021. Наш регион тоже представлял свои практики лучшие детские, но вот мы, к сожалению, в этом году не вошли в число победителей, к сожалению. А вот в 2019-2018 году мы входили в ТОП-100 и, в частности, у нас в 2019 году в ТОП-100 у нас вошел проект, который реализуется Центром содействия семейного устройства «Наш Дом», театральная студия «Оленята». То есть вот этот проект, он заявлялся на «Вектор детства» 2019 и вошел в ТОП-100. В этом году, ну, так получилось, дело в том, что с каждым годом вот этих заявок становится все больше. И организаторы, они просто сказали, что мы потеряли счет вот этим заявкам. Ну, насколько объективно судейство, я же не могу об этом рассуждать, да, будем надеяться, что все было объективно и правильно, но вот наши проекты, к сожалению, не вошли, те, кто заявлялся. Но я думаю, что опускать руки не нужно и идем дальше, работаем, представляем проекты. Эта выставка ежегодная и я думаю, что настанет звездный час Ненецко-автономного округа, потому что у нас очень много замечательных проектов в области детства. А еще вот в самом начале вы коснулись резолюции, вот расскажите поподробнее, будет по итогу резолюция принята и что дальше, какие действия, какие шаги, для чего эта резолюция нужна? Ну, итоговая резолюция это тот документ по итогам, да, вот этого форума, по тем предложениям, которые вошли от разных совершенно участников, да, этого форума. И такая резолюция отправляется исполнителям. Если это образование, то в Министерство просвещения, да, отправлена будет она, те предложения, которые надо отрабатывать, Министерство здравоохранения и так далее и тому подобное. То есть вот все на исполнение. Будет оно исполнено на 100%, дай бог. Если нет, ну тут уже, понимаете, тут мы не можем загадывать, что будет точно исполнено, а что не будет исполнено. Но в любом случае ждем резолюцию, ждем итогов. Итоги будут, наверное, уже через год точно видны. А если поговорить о текущей работе, с чем к вам чаще всего обращаются жители округа, что больше всего беспокоит наших землюков? Ну вот вопросу культуры меньше всего. Ну это я так шутя. На самом деле у нас всегда лидируют вопросы по образованию. Сейчас это в том числе распределение в детские сады, это устройство в первый класс. Да, ну просто сейчас такая пора. Вопросы, связанные с медицинским обслуживанием, они тоже всегда у нас на повестке дня. Вот знаете, в последнее время у нас выдвинулись жилищные вопросы. Казалось бы, они самые сложно решаемые, потому что есть определенные категории граждан, кому положено жилье различное, да, там специализирование жилье для определенных категорий граждан. Это и постановка на учет, вопросы постановки на учет на такой, это вопросы снятия с учета, да, и это вопросы предоставления жилья, обмена жилья. То есть вот эти вопросы, они волнуют граждан. И когда ты можешь помочь, ну понятно, что это хорошо, что ты можешь помочь. Иногда нужно просто сдвинуть какую-то, скажем, сдвинуться к какой-то точке мертвой. Вот, и это мы решаем, конечно, ни одно это не решить. Это нам, как говорится, собираем все, все вместе собираемся и думаем, как помочь человеку. Но некоторые вопросы жилищные, ну вот, к сожалению, они не решаемы. То есть может человек не соответствует той категории, которая заявлена, там, например, в льготных категориях, да, вот он не соответствует, да, нет у него такого статуса. Либо там вопрос в чем еще? В том, что у нас, скажем, долго строится жилье. То есть дом уже поставлен под снос, дом уже аварийный, но люди продолжают там жить, потому что еще то жилье не достроено. То есть вот эти вопросы. Вот. Какие еще моменты? Ну, А если говорить об итогах прошлого года? Если говорить об итогах прошлого года, каким был год, насколько он был эффективным в плане работы, то насколько он был продуктивным, что было? Ну, я по итогам прошлого года, значит, во-первых, докладывалась уже, да, с докладом своим на сессии в марте этого года. И мой итоговый доклад за 2020 год, он размещен у меня на сайте, на сайте Уполномоченного по правам ребенка в Ненинском автономном округе. Там есть раздел и, в общем-то, есть годовые доклады. Поэтому все в свободном доступе, каждый желающий может ознакомиться. Вообще, 2020 год, сами понимаете, это год был, который вообще выбил нас всех из колеи. Это и отсутствие мероприятий, потому что были ограничения эти, да. И совершенно новые, скажем, обращения, которых раньше не было, да, от граждан, которые были связаны с пандемией. То есть все было по-другому, не так, как в 2019 году, и уже можно делать итог на 2021 год. Все-таки сейчас немножко мы ушли от этого положения, которое было в 2020 году. Поэтому, ну, в любом случае, у нас, скажем так, мой вот этот доклад, он строится на тех обращениях, которые идут от граждан. То есть я делаю анализ состояния детства, можно так сказать, по тем обращениям, которые у нас проходят через аппарат, через меня. И по тем мероприятиям, на которых я бываю, да, по тем проблемам, которые у нас возникают. То есть вот в докладе это все отражено, поэтому можете знакомиться и, в общем-то, соглашаться или не соглашаться с теми позициями, которые я обозначила. А что говорить о планах? Какие планы? Что планируется? Какие мероприятия? Какие шаги? Какие действия на ближайшее время? Наверное, анонсирую мероприятие. Мы планируем, что все-таки еще пока план, когда точно все будет известно, будет настоящий анонс через все, наверное, средства массовой информации. В 2019 году у нас состоялся форум «Сохрани жизнь маме». Это, значит, мероприятие, которое проводит общественная организация «Матери России». Возглавляет Валентина Александровна Петренко, знаете, да, и вот мы проводили это мероприятие, которое посвящено борьбе с раком молочной железы у женщин. Это, оно имеет продолжение. Надеюсь, что в этом году. И мы, значит, планируем привезти сюда тоже врачей, которые займутся обследованием женщин несколько дней. В частности, должен приехать мамолог, вот, известный, замечательный врач. Я вот так объявляю, но тем не менее, как бы мы планируем, дай бог, это все состоится и ничего нам не помешает. То есть вот у нас в ближайшее время ожидается приезд врача или врачей, тоже еще и пока неизвестно. И вот мы хотим продолжить вот эту акцию «Сохрани жизнь маме», потому что это огромная проблема, смертность от вот этого заболевания. И ранняя диагностика, она может предотвратить вот эти страшные случаи. Это вот, как бы анонсирую. Второй момент. Началась работа пришкольных летних площадок. У меня есть договоренность с прокуратурой Ниньского округа, и, в общем-то, мы планируем вместе пройти по всем летним площадкам пришкольным, посмотреть, ну, как они организованы. Это ежегодная проверка, и, в общем-то, вот в ближайшее время мы этим займемся, еще пока не проверяли. Далее, я всегда планирую выезды в сельские населенные пункты. Река открылась, можно ехать, как говорится, по Печоре, по всем селам мы проедемся вместе с субъектами системы профилактики безнадзорности правонарушений подростков, да, и несовершеннолетних. То есть вот это у нас ежегодное мероприятие, которое, в общем-то, будет продолжено. Ну, и еще одно мероприятие, которое у нас ожидается, крупное, я не знаю, сумеем мы на нем побывать или нет, надеюсь, что сумеем. У нас в Ярославле заявлено ежегодное мероприятие, оно проходит для детей, и ожидается, что мы повезем двух детей детского совета приуполномоченных по правам ребенка на большой детский форум, который проходит в Ярославле ежегодно, и он собирает тоже всех детей со всей страны. Там проводится кинофестиваль, с детьми проводится огромное количество мастер-классов с кинорежиссерами, с актерами знаменитыми. Дети там, конечно, загружены по полной программе, но мероприятие очень классное, очень замечательное. Оно тоже проводится в полномоченном предпрезиденте Российской Федерации. Я вот надеюсь, что мы свозим наших детей, двух девочек уже определены, кто поедет, надеемся, что у нас все состоится. То есть вот это большое мероприятие у нас тоже ожидается. Ну и текущая работа, ее как бы никто не отменяет, граждане обращаются ежедневно, и надо отрабатывать каждое обращение. Галина Николаевна, я желаю вам, чтобы все ваши планы сбылись, чтобы обязательно получилось провести крупное мероприятие. Вам напоминаю, что в гостях у нас была уполномоченная по правам ребенка в Ненецком округе Галина Гуляева. И прощаюсь с вами, до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»